Приветствую вас. Давайте мы разобьём вашу проблему на несколько составных частей. Первая часть, пусть у нас будет касаться вашей переработки, вот, значит, того, что вы постоянно перерабатываете. С чем связано то, что вы перерабатываете? С чем связано то, что вы не щадите себя, не заботитесь о себе, пытаетесь загнать себя, по сути дела, вредите себе. Вот, с чем связано данное поведение, в первую очередь, ну, наверное, спираль. То есть, либо вы считаете, что только работая много и чрезмерно уставая, вы чего-то достойны, например. Либо вы до что-то себя наказываете работой. Либо вы считаете, что только много работы можно чего-то достичь. Либо вы стремитесь к тому, чтобы, ну, себе все же навредить. То есть, у того, что вы перерабатываете, есть объективные причины. И в первую очередь, эти причины заключаются в том, что вы не жалеете и не заботитесь о самой себе. В этом плане можно говорить о том, что, ну, по большому счету, до тех пор, пока вы не исправите саму ситуацию отношения к работе, до тех пор, пока вы не научитесь отдыхать, до тех пор, пока вы не позволите себе отдыхать, до тех пор, пока вы поймете, что работа это всего лишь работа. И это не нормально, когда она влияет на ваше эмоциональное, грубо говоря, состояние. Так что, от этого страдают другие люди. Вот, я сейчас не говорю ни о ком конкретно. То, как бы, ситуация не изменится. И отношения исправлять что-либо, в общем-то, никакого смысла не имеет. Ибо, какой смысл? Ну, вы исправите, мужчина к вам, допустим, вернется. А что дальше? Вы будете, например, так же работать. Вы будете, например, так же уставать. Да? Вы будете, например, так же перерабатывать. И срыв ли случится вновь? Я вам даже больше скажу, что в данном случае срыв это очень хорошо. Потому что, если бы его не было, да, срыва, я имею в виду, то вам грозила бы какая-нибудь болезнь. На самом деле. Ну, вот. Именно от того, что вы перерабатываете, устаете, и, как бы, энергия негативная, усталость, она копится в вас. И тут уже, в общем-то, как бы, не до жира быть бы живой, да. То есть, ваш организм спасается как может. Вот. То есть, срыв это, по сути, практически единственное, что вы можете себе пока позволить для того, чтобы, ну, как-то отреагировать, что-то с вами происходит. Вот. Поэтому, первое и самое главное, это отношение к себе и к работе. Как, почему, анализ и так далее. Ну, вот. Вы говорите, в последнее время, значит, вы стали перерабатывать. вот, значит, что произошло тогда, вот, в это последнее время, что случилось, такого, что вы стали перерабатывать. То есть, это, на самом деле, очень важный момент для того, чтобы вам разобраться с тем, что у вас происходит. Дальше. Дальше. Следующий аспект. Это аспект вашего молодого человека. Аспект, конечно, вторичный, поскольку он отражает, на мой взгляд, то, как вы относитесь к себе, в том числе и через работу. Да? То есть, вот, если, грубо говоря, вы наработите себя, не цените, не уважняйте и не заботитесь. Да? О себе. О себе. Ага. То и в отношениях с молодым человеком вы, в общем-то, будете вести себя подобным образом, что и раскрывается через генезис того, что вы описываете, и сейчас я это разберу. Скажу честно, что реакция вашего молодого человека мне непонятна. Ага. Вы перерабатываете и очень сильно устаете, он это знает. При этом он ругается, когда вы сливаете на него негатив. При этом он прощает вроде бы вас, но в то же время ругается. То есть, это как минимум не даёт ощущения эмпатии с его стороны по отношению к вам. То есть, он как будто бы не понимает, что с вами происходит, не интересуется тем, что с вами происходит, не относится к вам с пониманием, а самое главное, не выполняет, ну, наверное, свою гендерную функцию поддержки вас. И да, он не виноват в том, чтобы на него всё сливать, обвинять его в чём-то и так далее. Но если он ругается, значит он воспринимает это на свой счёт, а если он воспринимает это на свой счёт, то это его ответственность. И за эту ответственность вы не отвечаете, что его это задело. Понимаете? И вообще, его поведение, да, вот это вот предупредил о том, кто в первый раз будет живой, он всё-таки даёт понять, что еле терпит мои выходки. Вот это всё, если честно, вызывает сильные сомнения по поводу его искренности по отношению к вам. Понимаете? И возникает вопрос, возникает вопрос, почему вы так сильно дрожите этим человеком, если он к вам относится вот так? Не по той же причине, по которой вы, грубо говоря, значит, перерабатываете. Не по той же причине, что вы себя недолюбливаете и молодой человек относится к вам вот так же, как и вы к себе. Это на самом деле более чем реально, более чем, ну, более чем естественно. Поэтому, на мой взгляд, здесь тоже следует смотреть, какие у вас с ним отношения вообще. Что, что это за отношения? Далее, вы попросили его съездить со мной, значит, я попросил его съездить со мной по работе, поддержать меня и просто быть рядом. Причём, об этом на работе попросили внезапно, что тот в какую-то степень вызвал у меня стресс. Ну, здесь помимо того, что да, вы изваливаете на себя больше ответственности, о которой я говорил в первой части своего ответа. Значит, у вас это почему-то вызывает стресс. Ну, то, что вас вот внезапно вызвали. Ну, это ладно. Это всё как бы, как бы из первой части. И молодой человек, молодой человек, вместо того, чтобы вас поддержать, зная, как для вас это важно, он говорит, что не сможет. И когда вы, естественно, расстраиваетесь и, естественно, успеете, он тут же приглашает с вами общаться. Согласитесь, очень похоже на манипуляцию. Я не говорю, что он манипулирует осознанно. Я не говорю, что он манипулирует специально вами. Я этого не говорю. Ибо, не знаю. Но, однозначно, мужчина не заинтересован в том, чтобы с вами, чтобы у вас было всё хорошо. Вот, однозначно, мужчина в этом не заинтересован. И, посему, мне кажется, что сейчас, когда он от вас отдалился, самое время пересмотреть ваши отношения с ним в частности. И, значит, то, как вы воспринимаете себя в целом. Вот это, на мой взгляд, и является тем, что вам нужно сделать. То есть, не исправлять ситуацию как таковую, не исправлять отношения с мужчиной, который может быть даже, ну, не заинтересован в этом. Скорее всего, он в этом не заинтересован, ну, потому что он выполняет такую, знаете, роль жертвы, с вами. Роль жертвы и, соответственно, преследователя потом. А, возможно, имеет смысл подумать над тем, с теми ли людьми вы выстраиваете отношения вообще. Это первое. И с теми ли людьми вы вступаете в личные отношения. Это второе. И уже исходя из пересмотра, а пересмотр – это пропуск через своего рода такой фильтр пользы и вреда для вас. То есть, что есть польза именно для вас? Что есть вред именно для вас? Какую пользу вы реализуете для себя? То есть, грубо говоря, грубо говоря, идете в соответствии со своими желаниями. Какой вред вы терпите, ну, то есть, миритесь с ним, со вредом для себя? Вот все эти вещи необходимо вам разобрать. Понимаете? Если вы со своим молодым человеком сейчас вновь сойдете, сойдетесь, сблизитесь, то ничего не произойдет, потому что проблема останется. Ваша вспыльчивость, она никуда не денется, к сожалению, потому что факторы, которые отвечают за ее, скажем так, проявления, они никуда не деваются. То есть, факторы, они остаются, и, опять же, ваш вопрос, да, как все исправить, вызывает сомнения в том, а готовы ли вы, собственно, реально работать над изменением своего поведения, или хотите просто над изменением своей стратегии жизненной, или просто хотите вот внести какую-то корректировку, вот самую минимальную, лишь бы только молодой человек был с вами. А то, что он относится к вам весьма и весьма посредственно и обесценивающе, это вас как будто бы не волнует. Ибо, понимаете, в ссоре, в ссоре участвуют два человека. В ссоре участвуют два, а не один. И его ответственность вы как будто бы игнорируете. Вот вы говорите, я хочу с ним помириться. Зачем? И чтобы он меня понял, для чего. Поймите, он не хочет вас понимать и, судя по всему, не хотел никогда. Его не интересует ваш внутренний мир и ваши переживания. Да, ему с вами хорошо, да, он с вами готов проводить время, но он явно не готов на серьезные отношения, судя по его поведению. И вам нужно ответить себе, зачем я хочу помириться с ним. Вот я хочу с ним помириться, для чего? А если он не хочет? Я хочу, чтобы он меня понял, для чего? А если он не хочет понимать, что тогда будет? Понимаете? Поэтому я подверну коллегу, который сказал, что вам нужно сейчас сделать паузу. Это правильно. И разобраться со всеми этими моментами. Взять несколько консультаций у психолога и, как следует, поработать хотя бы, ну, в таком вот самом-самом общем, упрощенном лайт-режиме над этими проблемами. Чтобы хотя бы иметь представление о том, что они из себя представляют и в какую, в какую сторону вам двигаться. Но вообще, вообще, подробненько, подробненько все разбирать, потому что очень тревожные знаки у вас в поведении, переработка, обесценивание себя, неуверенность, явно страх одиночества. То есть, есть вот такие моменты, которые никак не сделают вас полноценным участником любых отношений. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.